Друзья, привет вам из страны, где находится, насколько я понимаю, третья по величине армянская диаспора на Ближнем Востоке. Ну смотрите, самая большая, большая сегодня находится в Ливане, в Эмиратах есть. И я нахожусь в стране, как это называется, вот это символ какой страны, вот эти вот башни. Правильно, кто угадал, что это Кувейт? Правильно, это Кувейт. Здесь находится от 5 до 10 тысяч армян, преимущественно это выходцы из Сирии и Ливана, которые сюда переехали последние 20-30 лет. Но в принципе община тут существует аж с 19 века, правда небольшая. После операции «Буря в пустыне» в 1991 году большая часть армян отсюда бежала. Ну вы помните, Кувейт был оккупирован иракскими войсками, Саддам Хусейн, вот это все вы помните. Но на самом деле сегодня я хотел поговорить не про историю Кувейта, не про армян, а немножко по другое. Значит, пару дней назад в азербайджанской правительственной газете Dayaz была опубликована статья, что азербайджанцы спасли Рубена Варданяна, я напомню, армянского бизнесмена и филантропа, который арестован и находится сейчас в азербайджанской тюрьме. Они написали, что они его спасли от цирроза печени. Я напомню, что никакого цирроза печени у него никогда не было. На чем они основывают свои доводы? На том, что в Цепанакерте, они пишут, обнаружен личный склад вина, принадлежавший Рубену Варданяну. Я не знаю, насколько это его личный склад вина и значит ли, что если у человека было вино, то он является больным циррозом печени. То есть, по мнению азербайджанцев, любой человек, который хоть раз в жизни употреблял вино, или он коллекционирует хорошие виды вина, или он любит вино, то он является алкоголиком и, соответственно, у него цирроз печени. На самом деле, над этим можно было посмеяться, если бы не один серьезный фактор. Дело в том, что когда меня они держали в тюрьме, вы помните, за поездку в Орцах на Горный Карабах в 1917 году, они публиковали различные заявления в прессе. Причем я об этом не имел ни малейшего понятия. Например, они как-то написали, что у меня возникли проблемы с сердцем, и поэтому я переведен в тюремную больницу. На самом деле, никаких проблем с сердцем никогда не было, ничего подобного не происходило. Причем они сослались еще и на мою жену, и, представляете, я нахожусь в тюремной камере, а оказывается, они пишут в СМИ, что у меня проблемы с сердцем, я куда-то переведен. Даже не знал об этом. А потом, за несколько дней до нападения на меня в бакинской тюрьме, напомню, что четверо азербайджанцев-мусульман напали на меня в тюрьме. Причем мусульман, потому что один из них кричал «Аллах Акбар». Я понимаю, что христианин так кричать не может. Напали меня четверо в тюрьме, забили до полусмерти, и в состоянии практически близкой клинической смерти я попал в бакинский госпиталь. Европейский тот по праву человека признал Азербайджан виновный в незаконном аресте, в пытках, покушении на убийство. Но, возвращаясь к Рубену-Варданяну, примерно за неделю до того, как на меня напали, азербайджанцы опубликовали в СМИ, что у меня какие-то психологические проблемы, связанные с тем, что жена с ребенком не могут меня навести в тюрьме. Во-первых, моя жена никогда не собиралась приезжать в Азербайджан и никогда не планировала везти с собой дочку. То есть об этом речи не было в принципе никогда. Кроме того, азербайджанцы написали, что по словам моей жены, ребенок заболел, и поэтому она не могла приехать. Ребенок не болел, с ребенком все в порядке. То есть, представьте, я нахожусь в тюрьме, я даже не знал, что вот это вот они обо мне пишут. На самом деле, через неделю на меня было совершено нападение, и тут же, буквально через пару часов после нападения на меня, я находился еще в реанимации в бакинской больнице, они уже опубликовали, что поскольку у меня были проблемы с психикой, о чем они заявили за неделю до того. То есть, представьте, они заявили, что из-за того, что не могла приехать жена, у меня возникли проблемы с психикой. И через неделю после этого лживого заявления, поскольку жена не собиралась приезжать, об этом даже речи не шло, и ребенок не болел, они на меня совершили нападение. Сейчас мне пишут про Рубена Варданяна, что якобы они его вылечили от цирроза печени. Я вовсе не утверждаю, что его собирается через неделю убить, как собирались делать со мной, им это едва удалось. Но, я думаю, нужно всерьез отнестись к этим заявлениям и поднимать эту тему, потому что все может закончиться очень печально. Друзья, честно вам скажу, не хотел поднимать эту тему, потому что она потенциально такая, знаете, конфликтная, и, в общем-то, никому не нужная. Мне скинули ссылку на азербайджанского блогера. Честно говоря, я очень мало что о нем знал. Вот погуглил буквально полчаса назад, кто он, что он. Зовут его Кемрана, фамилия такая, или это ник его Размовляра, Размовляра, Размовляр. В общем, что-то украинское. Размовляя украинскую мову. Ну, на самом деле, не суть. Он может иметь любое имя. Значит, а ссылка-то была на его разговор с армянским политологом Владимиром Погасяном. Владимир Погасян. В Армении человек, ну, в определенных кругах известный. Он политолог, в прошлом был военным. В общем-то, я всегда к нему относился с уважением. У него были достаточно интересные передачи на разных каналах. На Янтлпан, на первом канале армянского телевидения. Ну, на различных. Он, в общем, дает очень правильные аналитические оценки ситуации вокруг Армении. И чувствуется, что человек в курсе очень многих вопросов. И, в общем, интересно послушать иногда. Но до определенного момента, пока он зачем-то, я не знаю, что его сподвигло на это, зачем-то стал спорить с израильским блогером Романом Цыпиным. В Армении Романа Цыпина считают жутким армянофобом, проалиевским и прочее, и прочее. Ну, если честно, у меня очень много чего, с чем я не согласен с тем, что говорит Роман Цыпин. Но, вы знаете, есть такая поговорка, что я могу быть с вами не согласен. Но я готов жизненно дать за то, чтобы вы имели право иметь свое мнение. У меня, может быть, мнение не совпадающее с вашим, но это не значит, что ваше мнение неправильное, а мое единственное правильное. Поэтому пусть говорит, что хочет, пока это все находится в рамках Уголовного кодекса. Вот. Вот. Я думаю, в чем была ошибка Погасяна, Владимир Погасяна, взрослый, солидный дядька. Ошибка его в том, что он уж непонятно почему, может быть, для того, чтобы привлечь к себе внимание, поднять как-то свой имидж, авторитет, посещаемость. Я не знаю зачем, решил ходить на дискуссии к различным блогерам, таким как Роман Цыпин, таким как вот этот вот Камран Размовляр и прочим, и прочим. То есть ребята, которые младше его на 20-30 лет, в общем-то, занимаются исключительно тем, что приглашают различных людей к себе в эфиры и устраивают шоу. То есть люди, у которых, в общем-то, особо принципиальной позиции-то и нет. То есть задача просто посещаемость того или иного эфира. В общем, чего другое их не интересует. Они не приглашают людей для дискуссии и обмена мнениями. Им это неинтересно. И опять же, их за это не осуждают, это их личное дело. Вот, Владимир Погасян, он как человек старой закалки, он приходит в эти эфиры для того, чтобы их в чем-то убедить. Но они приходят в эти эфиры не для того, чтобы его убеждать, а для того, чтобы его просто унизить. Им это прекрасно удается. Тем более, что когда в одном из эфиров с Романом Цыпиным Владимир Погасян, ну, откровенно говоря, потерял над собой контроль и стал говорить о откровенной гадости про евреев. Я даже не про ту версию, которую азербайджанцы нарезали и выставили его там чуть ли не фашистом, что он якобы евреев хочет убивать. Вот, я даже не про это говорю, а про даже оригинальные его видео. Я понимаю, что азербайджанцы могут нарезать там все, что угодно. Вот, даже оригинальное видео было довольно хамоватое, не имело под собой никаких оснований, никакого смысла. Зачем наезжать на весь народ? Вот, я вот, например, хоть и еврея тоже осуждаюсь в Зрасте за поставки оружия в Азербайджан, так что теперь понятно, что все определяет большая политика, и простые люди очень мало влияют на это имеют. И поэтому говорить, что я вот такой крутой, и я такие операции проводил, ну, можно сказать так, что, ну, если такой крутой, и такие операции проводил, то почему Армения находится в таком положении, почему безвозвратно утерян Арцах, почему Армения находится по уровню экономического развития, где-то вот так пограничен между странами третьего и второго мира, причем ближе к третьим. Ладно, не будем об этом. Знаете, как в том анекдоте. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Есть такая поговорка, которую, к сожалению, Владимир Погосян, наверное, не знал. Никогда не спорьте с идиотами, потому что на своем идиотском уровне они вас победят своим опытом. Он, видимо, этого не понял, и зачем-то пошел устраивать шоу, в итоге сам же завелся, наговорил откровенной гадости. Почему я, собственно, об этом рассказываю? У нас с ним довольно много друзей, которые говорили мне, что, ну, ты же еврей, израильтянин, часто бываешь в Армении, тебя в Армении все знают. Но как-то выскажешься на эту тему. Что я могу высказаться на эту тему? Собственно, я уже высказался.